Можно ли без кисти и красок создать такие чудесные картины? Участники одноименной выставки могут и делают это из года в год. Здесь в зале музея экспонируются работы клуба «Роман с вышивкой», объединивших всех любителей декоративной и художественной вышивки. Выставка привлекает большим разнообразием сюжетов и техники выполнения – крестом, бисером, лентами и так далее. Люди, которые сюда приедут посмотреть эту выставку, они будут тоже ощущать вашу любовь к жизни, вашу любовь к зрителю. Новые техники мастерства удивляют и вдохновляют на создание еще новых шедевров. Например, удивительная работа Алены Смирновой в технике «фьюзинг», что в переводе означает «спекание стекла». Эти милые функциональные изделия смотрятся ярко, эффектно, оригинально. Впервые работы представили мастера рукоделия в алмазной технике. Это смесь вышивки, конструктора и мозаики. Картины в результате получаются просто эксклюзивные. Они сверкают и переливаются, как драгоценные. А также были работы по валянию из шерсти, в процессе которой создаются художественные произведения, игрушки, предметы одежды, обуви, аксессуары. Самому старшему участнике выставки исполняется в этом году 80 лет, а самому младшему – 15. Традиционно на выставке принимают участие представители мужского пола. «Две картины застрел. Одна, вот эта мавританка называется, и очень мелкая канва, 32 называется. Ну, это как одно, просто, и не видно, что речки божили. Ну и вторая картина – это натюрморт в стиле модерн. Ну, мне нравится вот эта работа. Я посвятил вот этот подарок для своей женой». Валентина Сорокина была пятилетней девочкой, когда впервые попробовала шить на швейной машине. По словам мастерицы, у них дома всегда были кусочки, оставшиеся после шестья мамы и бабушкой платьев дочерям. Эти лоскуточки и стали материалом для творчества тогда еще юной Валентины. «Впервые я увидел в лоскуточке произведение философского склада. Там есть память людская, там есть обелиск, там есть цветы, там есть древо жизни». На выставке она представила свои работы, которые особенно дороги ее сердцу. Те, что напоминают ей отца, родной дом. «Эта работа, конечно, она действительно, она родилась из души. Очень не дорогая эта работа. Это я даже когда делала, посвятила своим художцам, которые были в основании, но он был участником моего». Народные художественные промыслы восходят к древности, к домашним промыслам и деревенскому ремеслу. Пусть они разные по технике исполнения, каждая из них по-своему прекрасна и таит в себе уют и тепло рук мастера. Наталья Мальчикова, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.